Международный день цветка В разных странах создавались мифы, легенды и сказки о цветах, о их происхождении, о тех или иных событиях, связанных с цветами. Многие поэты и писатели любили и воспевали в своих произведениях нежные прекрасные цветы. Среди них и полевой колокольчик, незабудка, дикая неприхотливая ромашка, это и нежный ландыш, и маг, и, конечно, царица цветов роза. Цветок в произведении – это часто символ, способ выразить мысли, чувства, например, признаться в любви или пожелать мира, долголетия. На языке цветов писатели говорят о том, что считают важным и интересным. Предлагаем ответить на вопросы викторины о цветах в художественных произведениях. Благодаря какому цветку лук в рассказе Михаила Пришлина становился золотым? Это одуванчик. Мы жили в деревне. Перед окном у нас был лук, весь золотой от множества цветущих одуванчиков. Попробуйте догадаться, из какого цветка когда-то давно делали чудодейственный напиток. Тайна приготовления напитка теперь утеряна. Это вереск. Из вереска напиток забыт давным-давно. А был он слаще меда, пьянее, чем вино. В котлах его варили и пили всей семьей. Малютки-медовары в пещерах под землей. Пришел король шотландский, безжалостный, к врагам. Погнал он бедных пиктов к скалистым берегам. На вересковом поле, на поле боевом, Лежал живой на мертвом и мертвый на живом. Лето в стране настало. Вереск опять цветет. Но некому готовить вересковый мед. Этот цветок цветет только раз в году. В ночь на Ивана Купалу. Ровно в полночь он раскрывается всего на несколько мгновений. Тот, кому удастся им завладеть, Получит дар видеть все клады и сокровища. Как бы глубоко в земле они не находились. Папоротник. Николай Гоголь. Вечер накануне Ивана Купала. Когда Каю в глаз попали осколки волшебного зеркала, Он увидел, что любимые цветы были безобразными. Какие цветы росли в садике Кая и Герды? Розы. Ганс Христиан Андерсон. Снежная королева. Какого цвета был цветок в сказке, Сюжет которой очень похож на сказку «Красавица и чудовище»? Аленький. Сергей Аксаков. Аленький цветочек. За какими цветами мачеха отправила падчерицу зимой в лес? В сказке Самуила Яковлевича Маршака. За подснежниками. Сказка «Двенадцать месяцев». В сказке были Андрея Платонова. Девочка Даша нашла на пустыре необычный цветок. Как он назывался? Неизвестный. Неизвестный цветок Андрей Платонов. Даша никогда еще не видела такого цветка. Ни в поле, ни в лесу, ни в книге на картинке, Ни в ботаническом саду. Нигде. Какие цветы из рассказа Вегения Аносова «Живое пламя» напоминали тете Оле судьбу погибшего сына? Это маки. Словно зажженные факелы, два дня они буйно пламенели, а на исходе вторых суток вдруг осыпались и погасли. Как называется цветок, исполняющий любые желания, которые старушка подарила девочке Жене? Цветик-семицветик. Валентин Катаев. Я-то воображал, что владею единственным в мире цветком, какого больше ни у кого и нигде нет. А это была самая обыкновенная роза. Назовите произведение. Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Из чего Данила Мастер создавал цветок в сказах Павла Бажова? Из Малахита. Каменный цветок. Павел Бажов. Сборник «Малахитовая шкатулка». Какой цветок упал на лапу Азора в сказке про Буратино? Роза. А роза упала на лапу Азора. Это фраза-перевертыш. В каких цветах по пути в изумрудный город уснул даже лев? Маки. Александр Волков. Волшебник из Умрудного города. Паровозик из Ромашкова боялся опоздать на всё лето, если не увидит эти цветы. Ландыши. Геннадий Циферов. Паровозик из Ромашкова. Если сейчас мы не увидим первые ландыши, мы опоздаем на всю весну. Какое растение Элиза собирала на кладбище, чтобы плести рубашки для братьев-лебедей? Крапива. Своими нежными руками рвала она злую жгучую крапиву, и руки её покрывались крупными волдырями. Но она с радостью переносила боль. Только бы удалось ей спасти милых братьев. Потом она мяла крапиву голыми ногами и стала сучить зелёное волокно. Какие цветы у входа в сад королевы красили в красный цвет садовники в сказке про Алису? Это розы. Скажите, пожалуйста, робко спросила Алиса, зачем вы красите эти розы? Понимаете, барышня, нужно было посадить красные розы, а мы посадили белые. Если королева узнает, нам, знаете ли, отрубят головы. Так что, барышня, понимаете, мы тут стараемся, пока она не пришла.